По квартире бегали и пищали голодные крысы. Они грызли обои, которые раньше ведь клеились клеем, сделанным из муки, то есть жидким тестом. В комнате у меня никакой обстановки не было. Стояли только две узкие железные кровати, на одной спал Толик, на другой я с дочкой. Да еще кухонный стол, которым не разрешила взять с кухни хозяйка. Ведь вся наша обстановка осталась там, в Волковой деревне. В квартире жила девушка Роза, 17 лет, и ее тетя. Муж этой старой женщины был профессор. И он эвакуировался с институтом, где работал, а она не поехала, боялась бросить свое добро. В комнате у них было богато. Ковры, пианино и хорошая мебель. Потом, в январе месяце 42-го года, она умерла от голода. Сколько раз она приходила ко мне и жаловалась на Розу, что та ей почти не давала хлеба. За хлебом ходила Роза, а она боялась выходить на улицу. Мне ее было жалко. Но что я могла сделать? Мне своих забот хватало. От мужа я давно не получала никаких писем и не знала, где он, что с ним. Да и он не знал нашего адреса на Васильевском острове. Мне думалось, что мы уже никогда не увидимся. Но думала я как-то об этом без особой щемящей боли. Так как думала, все равно уже скоро умрем от голода. Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми. Так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут дико плакать, звать «мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате. Ниночка моя все время плакала. Долго, протяжно. И никак не могла уснуть. Этот плач, как стон, сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях молока давно не было. Да и грудей совсем уже не было. Все куда-то делось. Поэтому я прокалывала иглой руку, повыше локтя, и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала. А я долго не могла заснуть. Начинала считать цифры, сбивалась. Вспомнила, как читала «Льва Толстого. Война и мир». Там Пьер Безухов тоже считал до тысячи, чтобы уснуть. А я сбивалась. Все думала. Где бы достать еды? Хоть что-нибудь. Мне все мерещились то буханки хлеба, то я собираю в поле картошку. Но беру целый мешок, а унести не могу. Один раз на рынке толкучки мне удалось с рук купить столярного клея. Из него тогда варили студий. Вот я тоже варила и ела. Давала толику. А Ниночке боялась. Но от клея у нас стали запоры. И я перестала его варить. Другой раз мне удалось купить кожу свиную. Она была повкуснее. Но её надо было варить долго, чтобы она размякла. А я жалела керосин. Его у меня оставалось немного. Но это 誕生» «Омно с половиной», Продолжение следует...